Створение новых прационных мест, тема, которая для представников УЛАДы, в последние месяцы особенно актуальна. Первая початковая разговора шла об працалотковании 2500 человек в 2016 году. После того, как 23 лютого вышел указ номер 78 об мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь, задача ускладнилась. По коль официйное задание у Радом Краины недоведено. Огушивается прикладная лечба у 3600 прационных мест. Головное – удовольствие не о простых экономичных умовах, у период оптимизации на предприемствах колькости працующих, заховать высокопрофессийные кадры. Из направлений – это новые предприятия, новые производства. Вы наверняка знаете, что мы по этому количеству вновь создаваемых новых предприятий практически являемся лидерами в Республике. Достаточно вспомнить нашу деревообработку, три завода. На выходе в этом году мы планируем два завода. Светлогорский целлюлозный картонный комбинат ведет и в Добруши планируем в 2016 год. Металлурги ввели, НПЗ Мозырский введет, еще мощности очень большие. Нефтяники работают активно. Поэтому мы, конечно, работаем над созданием новых, абсолютно инновационных производств, которые бы чувствовали себя уверенно на перспективу. Створение операционных мест цел немахчимо без притягнения замежных инвестиций. Нададенный МОМ Мадгоменским Абовы Канкам на огульную сумму больше 2 миллиарда долларов заключено 179 погоднений, с яких 63 реализованы и 66 находятся у стадии реализации. Приходят новые абсолютно инвесторы и создают хорошие мощности. В этом году у нас тоже будет таких несколько производств. Мы в отрасли гидравлика создали как минимум два уже. К нам идет украинский капитал, с учетом ситуации, которая складывается на рынках Российской Федерации и Украины. И, безусловно, для нас хороший шанс воспользоваться этим моментом и привлечь сюда потенциальных инвесторов из нашей соседней республики. Так само, как отзначено на поседжении, великие надеи по выполнению задачи просолодкования насельництва связаны с предпринимательской инициативой. У теперешних рыночных умовах малый и средний бизнес – мощный фундамент для развития экономики. Еще не иснует шмат прикладов у развитых краинах света, когда добробыт граждан забеспечивается минавито приватным сектором. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».